Доброго утра. Так, получается, пару вещей, которые мы бы хотели вам показать до того, как мы вообще что-то начнем делать с Майи, просто чисто для, так скажем, для жизненных вещей, которые, возможно, могут вам пригодиться в КБТУ. То есть, допустим, у вас какая-нибудь вебка на втором курсе будет, и если у вас будет ibex с бабуром, они, возможно, скажут вам поставить скрин-рекордер, вот, и чтобы не было проблем с этим, вот, мы сейчас быстро за 5 минут покажем, есть специальный этот софт, называется Open Broadcaster Software, вот, он бесплатный, ставится очень быстро, но интернет КБТУ, как всегда, не работает, поэтому придется... Можно, надо достать, я могу еще раз дать. Получается, программа очень простая, но все-таки надо знать более-менее, что тут происходит. Вот у нас есть вкладка General, ее лучше вообще не трогать просто, она бесполезная, ну, полезная, но только в некоторых случаях. Стримить мы, конечно же, не будем, это нам не нужно. Есть вкладка Output, и тут написано Video Bitrate. Bitrate – это количество бит у вас, которые идут в один фрейм. Доброе утро. То есть, у вас же запись идет там покадровая, поэтому Bitrate, ну, обычно желательно ставить где-то выше 4000, но это уже зависит от вашего разрешения экрана, вот, но это так настраивается. Почему именно OBS, а не какой-то там, я не знаю, бандикам или что-то такое? Ну, во-первых, бесплатно, во-вторых, нету проблем, что типа там, бандикам записывают 5 минут, надо скачивать эту трякнутую версию, чтобы там проблем не было. Ну вот. Audio Bitrate ставите там, ну, не знаю, где-то 160-192, в принципе, легко, понятно, вот это recording pass у вас есть, а recording формат у вас должен быть MP4, чтобы не было проблем с, так скажем, заниманием места. То есть обычно вы записываете там, я не знаю, на бандикам, у вас там выходит где-то в районе 30 гигабайт, это так себе для ваших ноутбуков или вообще стационарников, поэтому, вот, тут выходит где-то 500 мегабайт за 2 часа, ну, если статичная картинка. Ладно, не будем задерживаться. Audio, аудио, ладно, можно по умолчанию оставить, разрешение ставить и ваше разрешение, тут тоже, в принципе, все понятно. Ну и все, и просто там, я не знаю, какие-то сделали ченджи, сохраняете, ну, нам не надо, у нас все нормально, и добавляете, то есть, display capture, и у вас записывается рабочий стол. Ну, там уже, короче, в интернете до конца уже разберетесь, то, что это есть. Ну, так, просто сказали вам, чтобы этот, если возникнет проблема, за то, что нужно записывать скрин, то вы знаете, куда идти. Ладно, теперь переходим к мае, 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 пару вещей открою, чисто для интереса. То есть, просто для того, чтобы скачать мае, просто переходите на сайт, гуглите, скачиваете, создаете аккаунт, выбираете свою версию мае. Так, ладно, аккаунт придется зайти, наверное. Сейчас. Курс, если что, ну, сегодняшний день, он более-менее такой вводный, поэтому, если так, то, сори, если скучно. Ну, просто, типа, бывали случаи, что люди не знают, там, что делать, поэтому, лучше быстренько за пару минут разобрать, чем окей, русский. Спасибо. Да ладно. Запасно спрямишь, все. Да им что, реально делать нечего? Зачем? Это же мая, это студенческая версия, мая, тут ничего не должно быть особо. Ну, ладно. Ну, знаешь, сама моя дорога стоит. Сколько она там стоит? Не помню. Где-то, по-моему, там что-то идет, там все равно идут бесплатные, ну, точнее, не бесплатные, а просто этот, студент-паки, которые там стоят где-то в районе 99 баксов за год. Это не точно. Майю лучше скачать версию 18-го года, но если хотите быть продвинутой молодежью, можете 19-го тоже взять, в смысле, вместо 18-го. Вот. На студенческую версию есть там некоторые ограничения, допустим, когда вы будете что-то копировать или сохранять проект, будет вылезать такой надоедающий поп-ап окошко, которое, ну, легко закрывается, но все равно. Вот. Можете скачать студенческую версию, ну, это все по-честному и так далее, но можете найти какую-нибудь пиратку или взломанную. Мы не будем вас останавливать. Ладно. Майя идет на всех операционных системах, ну, тут уже понятно все, просто выбирайте, скачивайте, проходите, доброе утро. Так. Ну, все. Допустим, скачали Майю, у вас идет там эта установка, она идет там очень долго, капец как долго, так что лучше этот хороший интернет дома. Вот. Скачали, поставили, зашли в свой аккаунт, ну, и запускаете. И теперь мы уложились буквально за сколько мы уложились. За 6 минут 30 секунд. Все. Мы не устанавливали Майю, да. Ну, мы не устанавливали Майю, да. С установкой Майи там вышло бы 2 часа. На курсе скорее всего будет использоваться какой-то дополнительный софт, типа там фотошопа, substance painter, еще пару вещей. Но мы постараемся этот ссылки скинуть на скачку. Возможно, может даже на Google Drive загрузим все установщики. А, ладно. Блин, тут нормально выглядит? Нет, закроют. Ну, это да. Я вот лайнер тоже. Блин, елка-палка. Ну, сейчас загрузится. Что с Майей не так? Порой нет, не нормально. Она подвисает. Хотя не должна в теории. Кто уже до этого сталкивался с какой-нибудь программой по 3D моделированию, там, я не знаю. Практировались, может. Да. что-нибудь Maya, Blender. Нет? Никто? Окей. 3D Max. 3D Max. Окей. Хорошо. Найс. Окей. Проходите. Там стулья есть уже или закончились? Закончились. Дима, сходи за стульями. Не знаю. Там сколько? 2, 3. 3 стула. Ну, 4. 4 возьми. Поищи где-нибудь. Смотри. В Study Hall там есть 2 стула. С той стороны. Так. Что? Ладно. Возможно, вас пугает очень сильно эта менюшка, которая вообще капец просто усеяна иконками. Не надо пугаться. большинство вещей вы скорее всего тут и так все равно юзать не будете. Там где-то 10-15 более-менее таких самых востребованных инструментов. Остальное так как. Ну, так. Не сильно важно. Ладно. Перед тем, как мы, допустим, будем что-то моделировать, можем открыть Project Window и создать новый проект. Что такое новый проект? Ну, это просто доброе утро. Проходите. Продолжение следует... Продолжение следует... Создаем новый проект. Называем его, допустим, Practice и выбираем, допустим, его локацию, где мы будем хранить. Допустим, на десктопе можно... А, да, новый фолдер создадим. Так, Practice и все. Выбираем. он не находит директорию, не знаю почему. Сейчас, давайте еще раз. Так, Desktop. Почему он не видит этот фолдер? Короче. Уручную создадим фолдер, просто чтобы не париться. Глупо, черезкостыльно бывает. Порой приходится использовать такие вещи. Ладно. Primary Project Location оставляем дефолтными, потому что, ну, теперь, сейчас, блин, как вы видите, вот тут фолдер создался со всеми этими. Assets, Autosave, Cache, Images, Sins. Вот это вот более-менее самые важные фолдеры, с которыми мы будем работать. Ну, и может быть там Images. Вот. Перед Maya очень такой этот прихотливый, так скажем, софтвер, поэтому желательно выставить пару настроек, которые, скорее всего, вам помогут, чтобы, ну, вообще не было никаких там, я не знаю, проблем с этими вещами. Сейчас. Вот. Так. Открываем вкладку Windows, Preferences, и вот видим тут Preferences. Для начала нужно выставить, так, давайте вспомню, Autosave. Он у вас по дефолту не стоит. Что такое Autosave? Он в каждом интервале, который вы уже там выбрали, он будет автосохранять ваш проект. Это очень важно, потому что в мае очень часто случаются краши, и чтобы не потерять какой-то там прогресс над моделькой, над которой вы работали, там, не знаю, в течение двух часов, то вот эта штука иногда помогает. Ну, и вот он видит Default Projects Directory, можете выставить тут, и Always Start in this Project, тоже можете выставить, просто нажав на фолдер, я это не буду менять. Вот. И еще одна вещь, которую нужно поставить, это Undo. то есть, у вас есть Q-Size, то есть, это ваша очередь возвращений назад, так скажем, и тут вначале она стоит на Finit, то есть, там, Q-Size 50. Если у вас, допустим, Азушки нормально, там, где-то в районе больше 6 гигабайтов, то можете поставить Q-Size Infinite. Если, допустим, у вас Азушки не хватает, ну, задумайтесь над апгрейдом компа, или можно поставить Q побольше, ну, то есть, 50 ходов назад, возможно, не хватит, поэтому, где-то хотя бы 150 поставить, но уже лучше будет. Ну, я держу все на Infinite. Вот. И сохраняем. Так, создаем новую сцену. Просто чисто она вот так создается, я не знаю. Если вы видите, допустим, какой-то дополнительный квадратик сбоку от какой-то опции, то есть, в каких-то тулзах или что-то такое, это значит то, что есть какие-то дополнительные опции, которые можно выбрать. То есть, по дефолтным настройкам уже, чтобы там что-то по умолчанию создавалось. Ну, мы тут, наверное, ничего не будем менять, но просто, чтобы знали. Вот. И заранее желательно создать, то есть, у нас вот есть Project Window, есть вот Practice, есть вкладка Synth. Synth – это все ваши сцены, на которых вы создаете свои какие-то модельки. так, назовем это Day One. И все. Сохранили, Ctrl S, и все. Уже проблем нету. Кстати, вопрос дополнительный. Кто из вас до этого работал, допустим, в Photoshop? Окей. Чем больше опыта в программах, допустим, Maya или Photoshop у вас есть, тем легче у вас идет транзиция между программами, потому что более-менее обычно такие вещи, они как бы связаны между собой. Доброе утро. Дима ищет стулья, я точно не знаю, можете пока что этот взять. Так, что я хотел. У Maya есть пару вещей, которые желательно изучить. Это фотки. Они очень сильно упрощают вашу работу с какими-то либо модельками. Пока что все звучит как непонятная вода, скорее всего. Какие модельки вообще, что это такое. Но есть сайт, можете на него зайти и если что-то забыли, референсить. Ладно, теперь приступим к самому моделированию. Вот. Вот эти бары по бокам, они пока что особо нам не понадобятся, потому что это более-менее такая продвинутая манипуляция с объектами. В самой Maya есть много так скажем подразделов вот в этой части. Есть моделинг, ригинг, анимейшн, эффектс и рендеринг. Но мы по большей части скорее всего будем работать в плане моделирования и время от времени максимум открывать FX. Это для специальной вещи, которая будет на следующем уроке. Так. Вкладки. Ну, если вы меняете допустим, какую-то штуку, вы можете заметить, что у вас меняется только вот эта вот менюшка сверху. Вот. Ну, это просто если вы допустим случайно там не понимаете почему у вас нету там, я не знаю, Edit Mesh вкладки, то желательно посмотреть вот на то, что тут выбрано, потому что скорее всего тут выбрано что-то другое. Такая проблема часто встречается. Вот. Само моделирование в Maya доставка пиццы, да? само моделирование в Maya оно основано на примитивах. Что такое примитив? Примитив это обычная какая-то фигурка, которая с которой мы будем каким-то образом работать. У фигурок есть основные там сколько там 3-4 4 мода ну, не отображение, а как скажем, элементу так скажем. То есть есть вертекс вертекс это у нас какой-то угол, точка с которым мы можем работать там я не знаю двигать ее сейчас мы попозже разберем но просто можно двигать есть edge это уже у нас определенная сторона двухмерная ребро ну да ребро получается есть face ну тут понятно face face это грань желательно чтобы грани face всегда были ну там 4 или состояли из 4 или 3 вертексов потому что ну это общепринятые правила и так будет намного легче если вы допустим хотите использовать маю для моделирования каких-то объектов для игр то у вас более-менее легко будет сделать какое-то текстурирование или что-то такое так и есть object mode который манипулирует полностью всем нашим объектом вот и мы можем там его просто двигать так что Дима думаешь ладно итак q это у нас general tool это просто курсор мы там допустим если мы находимся в вертекс форме q нажимаем это ход ки у нас и мы можем просто выбирать ничего случайно не двигая чтобы не было никаких проблем вот w это у нас движение по какому-то направлению то есть по xyz и мы можем допустим там с этжами по-своему манипулировать то есть ну в смысле не по-своему а в смысле эджи работают как эджи вертексы работают как вертексы вот но если мы допустим выбрали допустим два вертекса то мы можем их тоже сдвигать то есть мы можем несколько вещей выбрать и как-то с ними работать ctrl z это вернуть действие назад и как я уже показывал мы специально сделали побольше этих андус чтобы как раз таки мы там что-то там поменяли и вернуться назад если что так теперь e это у нас rotate tool то есть мы выбираем полностью целый объект и мы можем крутить его как хотим то есть вот так вот повернуть по это как назвать вокруг своей оси ну да вокруг своей оси по в любую сторону да короче непонятно в какую сторону короче в разные стороны можем крутить это самое главное вот да и есть r r это у нас scale tool scale tool как понимаете уже это scale это увеличение или уменьшение объекта то есть мы можем с самим объектом работать а можем там я не знаю там выбрать какой-то edge и что-то с ним уже сделать его соскейлить во все стороны и вот как вы видите вот это как бы самые основные тузы которые ну где-то будут делать где-то в районе 50 процентов вашей работы то есть там scale что-то соскейлить что-то сдвинуть и у вас что-то уже есть так что у нас там дальше по плану так ну как вы видите кубы это кубы что еще можно сказать вот для чего нам нужен атрибут editor в нем мы можем посмотреть на свойства нашего выбранного объекта то есть допустим у нас есть cube polycube 1 вот тут мы можем поменять его так поменять его имя допустим я не знаю не знаю там 1 вот и так ладно не будем этого делать лучше не стоит и у нас есть тут опции транслейта то есть у нас по дефолту вещи спавнятся то есть появляются в каком-то в какой-то точке 0-0 0 и после этого мы уже в центре координат и мы уже делаем какие-то дополнительные изменения с ними вот то есть тут тоже можно какой-то rotation делать если он а у нас же куб да поэтому и не было изменений вообще повернули на 90 градусов ничего не не видно вот то есть мы тут уже можем вручную какие-то определенные значения вводить чтобы было более-менее точно потому что вручную это сдвигать порой очень тяжело то есть если мы хотим там сделать какую-то крышу мы можем просто посмотреть на rotate и заротейтить какие-то дополнительные принадлежности к этой крыше чтобы они были под одинаковым более-менее углом вот тут уже наш скейл есть то есть тоже можем менять его ну все в принципе понятно и все это пока что ну точнее с атрибут эдитором хватит на сегодня наверное вот чтобы спрятать объект мы можем нажать клавишу h то есть мы выбрали у нас есть outliner сбоку это все наши так скажем примитивы которые у нас есть на сцене то есть у нас может быть куча примитивов у нас там что-то захламлен экран мы нажимаем h ну то есть выбираем что-то главное чтобы это было в объект моде но чтобы выбрать полностью объект и уже скрываем если мы допустим что-то спрятали и не можем найти мы в outliner открываем его и нажимаем h и он возвращается обратно на место то есть то есть нашли хорошо так дверь можно закрыть там на дальних лидах более-менее слышно или тяжело слышно еще два места если хотите да тут есть прям перед нами да так ладно перейдем к ладно сейчас создам цилиндр вот у цилиндров ну как вы видите у каждого из примитивов какие-то свои так скажем опции есть то есть у цилиндров то есть идут сначала вот тут треугольники на верхних и нижних фейсах а по бокам он сделан просто из четырех сторонних полигонов нет да четырехугольных полигонов ладно вот это нормально это стандарт то что у нас эти окружности они сделаны из треугольников это нормально это хорошо это все хорошо удобно все остальное должно желательно быть через четырехугольники потому что так удобно ну в дальнейшем вот у цилиндра тоже свои какие-то есть так скажем опции мы тут можем выставить subdivisions то есть что такое subdivisions это количество разделов если мы увеличиваем их допустим до 50 то у нас получается больше фейсов больше детализации более ровная фигурка но при этом съедается больше так скажем ресурсов то есть в верхнем углу вы видите то что у нас там есть число вертексов есть число эджи фейсов и так далее то есть в большинстве случаев желательно держать это как можно меньше чтобы не занимало много памяти вот на самом деле смотря с какой целью мы моделируем допустим если цель смоделировать как можно точнее и это будет допустим просто рендер для видеоролика и так далее то там можно не ограничивать себя в детализации но если это какой-нибудь игровой рендер где объекты будут просчитываться в реальном времени то желательно конечно оптимизировать все это потому что это все так или иначе будет храниться в вашей озушке и закидывать ее лишними вещами не стоит вот ну вернем обратно на досадку что такое subdivisions height все в принципе видно объяснять ну как сказать количество разделений по высоте само название за себя говорит subdivisions caps это у нас количество разделов так скажем по окружности то есть если нам нужно сделать побольше разделов здесь то это мы уже мы знаем что куда обращаться ладно оставим дефолтные настройки и теперь что у нас дальше по плану да допустим мы отдалились непонятно куда ушли мы ничего не видим куда все пропало нажимаем кнопку F то есть заранее то есть мы допустим ничего не выбрали мы не знаем что делать нажимаем кнопку F мы концентрируемся на нашей сцене и на нашем допустим цилиндре то есть если допустим у нас две вещи в разных местах так где наш куб где наш куб ага он здесь нажали кнопку F и мы уже на нем то есть F это горячая клавиша для фокуса F то есть сконцентрируемся на объекте и уже можем там не знаю поворачивать камеру через него поворачивание камеры делается через зажатие левой кнопки alt и зажатие левой 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 кнопки мыши да вот так мы поворачиваем свою камеру так теперь modes у мая еще есть дополнительная пара вещей которые скорее всего вам пригодятся то есть дефолтный мод отображения каких-то примитивов это ноль то есть однерка это hard shading двойка это ну да двойка это показывает вам wireframe то есть как бы допустим у вас был какой-то куб вы хотите его сгладить сглаживание делает с ним вот это при этом если нажав кнопку 2 то вы видите то что ваше изначальное состояние через так скажем какой-то wireframe который прозрачный и его нынешнее состояние которое обозначается через белый материал стандартный есть тройка тройка это у нас просто так скажем сглаживание какого-то определенного предмета без отображения его изначального состояния четверка у нас показывает wireframe то есть если допустим вы у вас есть какой-то объект так скажем он очень маленький и он я не знаю находится где-то внутри спрятался спрятался да где-то в районе там не знаю вот этого цилиндра вы чтобы посмотреть на него вы можете включить wireframe и он будет вам показывать что у вас там происходит типа как x-ray какой-то или что-то такое вот чтобы отключить wireframe нажимаем пятерку доброе утро вот стулья лучше не здороваться ну ладно это да ладно так о чем мы остановились wireframe показали пятерка то есть нажали четверку нажали пятерку четверка wireframe пятерка shaded display все в принципе понятно просто ага добро итак повторим там первое это дефолтный ваш мод двойка это отображение дефолтного мода в wireframe и при этом сглаживание тройка это просто сглаживание четверка это wireframe пятерка это у вас возвращение обратно в shaded mode из wireframe так ты хочешь продолжить? да ну что можно продолжить ну дальше после пятерки есть еще 6 7 и 8 но на этом пока рано потому что 6 это у нас показываются текстуры до которых нам еще далеко 7 это работа со светом до которого тоже и 8 я сам не помню уже так где-то там был по сути ну да так теперь давайте пройдем такие полезные вещи как multi-cut и edge loop tool с гранями то есть фейсами и с ребрами можно взаимодействовать можно их резать напополам добавлять дополнительные точки чтобы удобнее было моделировать сначала покажу edge loop tool потому что он очень полезная вещь как это работает мы зажимаем shift зажимаем правую кнопку мыши в объектном обязательно режиме здесь появляется такая менюшка с дополнительными параметрами так сказать инструментами и тут есть insert edge loop tool сейчас покажу что он делает у нас есть tool settings для него ну чтобы было да конечно на квадратном экране это не очень но ладно давайте пока так если мы нажмем зажмем кнопку мыши на каком нибудь из на ребрах да то он начнет их резать как он их будет резать можно настроить в tool settings здесь есть несколько режимов relative distance from edge equal distance from edge они почти ничем не отличаются но разница в том что оно будет делить допустим если я включу ну давайте я немножко изменю форму нашего объекта чтобы он был не такой ровный допустим как-нибудь вот так вот да и вверх допустим вот вот допустим у нас какой-то неровный объект включаем так нам нужен объектный мод и edge loop tool вот у нас первая первая мод это relative distance from edge смотрим он повторяет так сказать его архитектуру разрез повторяет архитектуру самого объекта то есть вот такой вот у нас разрез идет во втором же режиме он будет как можно более ровно делать но разница в том что если в первом режиме он берет как бы теоретически он должен брать процентное соотношение то здесь просто так сказать линейно ну там получается если бы у нас вот эта грань которая сбоку я понял если бы она была больше у нас допустим чем наши стандартные так скажем грани то есть ее высота допустим ну давай я сделаю то тогда мы бы да сейчас заметим разницу так вот это получается а ну вот да он пытается повторить архитектуру но не этот а вот здесь вот а здесь он получается вот так вот может растягивать вот и так ну мы порезали так сказать наш объект и можем теперь эти отдельные вот этими фейсами управлять вот так вот ну вернем назад и рассмотрим третий режим объектный режим наш age look tool третий режим это делить полностью поровну у него есть настройка на сколько частей изначально это единица то есть он ровно по центру это сделает можно сделать больше допустим на 5 ровных частей распределить вот так вот можно прям до извращения доводить вот так вот но лучше не стоит конечно помимо а ну это достаточно полезный tool но когда вы пытаетесь из него выйти он может быть противным допустим вы хотите фейс какой-нибудь сделать но у вас он не хочет выходить из этого режима просто нажмите cue и он вернет вам стандартный tool просто многие на этом путаются ладно помимо edge loop тула есть еще мультикат это более свободный инструмент он позволяет так сказать более кастомно пилить ребра можно допустим выбрать на ребре какую-нибудь точку и вести разрез вот так вот по ребрам и куда-нибудь перевести его желательно следить чтобы вот как в моем допустим случае не возникали пятигранные объекты или более то есть нугольники так сказать в этом случае как раз таки возник ну на то этот вот этот cut tool мультикат tool он и кастом ну в смысле его можно легко персонализировать к тому же если зажать shift можно найти центр ребра и пилить по центру на enter сохраняем разрезы еще полезная вещь если зажмем control он превратится в тот же самый edge loop tool который может вот так вот пилить но только один разрез может добавить еще допустим если мы где-то начали пилить если мы зажмем control и shift он будет пытаться брать прямые углы сохраняем возвращаем назад что еще когда мы что-то пилим можно вернуть назад в смысле отменить предыдущее действие имени мультиката нажав backspace он предыдущую точку удалит так ну с мультикатом думаю все следующий полезный инструмент это bevel как он точно переводится можешь сказать ну ладно в общем он помогает нам сгладить края чтобы сгладить края нам надо выбрать edge дважды кликаем на какой-нибудь допустим в этом случае окружность вот эта он всю вокруг окружность выделит оранжевым выделяется вот и можем применить инструмент bevel он начнет ее сглаживать можно поставить побольше сегментов ну сколько можно и настроить этот ну в общем насколько сильно будем сглаживать можно допустим вот такой вот объект создать буквально вернем назад что еще есть из полезного экструды и брыджи экструды давайте самый самый часто используемый используемый инструмент в мае и вообще во всех инструментах для моделирования это экструд экструд помогает ну теоретически это выдавливание оно помогает так ну ладно я сейчас вот так вот выделю и вот эти раз выделю через control оно помогает выдавливать дополнительную архитектуру из объекта здесь здесь есть на панели инструментов кнопка экструд но лучше конечно для удобства пользоваться горячей клавишей control e у нас открывается такой вот инструмент можно двигать его и скейлить тоже я так я поверну если вот это потянем то можно скейлить если вы посмотрите то у нас появилась дополнительная архитектура давайте еще раз нажмем control e то есть у нас количество фейсов грани возросло теперь можно вот эту всю архитектуру допустим куда-нибудь подвинуть и так далее так допустим можно моделировать какую-нибудь допустим не знаю бутылку или кружку то есть мы допустим выделяем вот эти верхние edge разводяем все остальное через control нажимаем control e и допустим вот так поднимаем скейлим вниз допустим потом еще раз поднимаем опять скейлим вниз ну и так далее дальше бывают ситуации когда допустим допустим ну давай я пробую смоделировать стул и ну ладно давай стол сначала ну давайте все это закрепим так я это все удалю наверное мне нужно заходить ну могу заходить так давайте все вот эти навыки применим попробуем смоделировать такой простенький столик моделирование буквально заключается в том что мы берем простые объекты и превращаем их в более сложные вот допустим у нас есть куб давайте его немножко сожмем и вытянем по вот этой оси допустим и немножко приподнимем теперь нам нужны ножки как добавим ножки у нас есть замечательный инструмент edge loop tool и для этого для ровности можно использовать его третий режим я могу даже поставить теоретически 4 ну да хотя все равно придется двигать потом распилим его немножко на 4 части и подвинем немножко edge вот эти вот так я выйду из этого инструмента так давайте я через shift выделю вот эти edge давайте лучше вот эти только подвинем ближе к краю эти тоже эти ближе к краю и вот эти тоже вот теперь у нас появились вот снизу и сверху вот такие вот квадратики из которых можно выдавить ножки выделяем вот эти 4 квадратика через shift держим кнопку shift и выбираем несколько объектов нажимаем ctrl e чтобы extrude сделать и вытягиваем ножки вот уже получился такой приятненький простенький столик можем вернуться в object мод посмотреть на него и понять что можно добавить ему немножко детализации возьмем edge выделим его крайние углы точнее двойное нажатие по так скажем линии из edge выделяет всю эту линию если вам везет то он может сразу целую окружность выделить это обычно если окружность да но в этом случае выделили его углы и можно добавить детализации с помощью бевела и сделаем такой столик об который не страшно удариться мизинчиком точнее мизинчиком руки в этом случае так есть а теперь у нас вот такие вот сглаженные края что еще есть если посмотримся присмотримся то даже с тем фактом что эти края может быть сглаженные но они все равно выглядят какими-то угловатыми это можно исправить потому что у ребер есть несколько режимов отображения сейчас посмотрим на них edge так можно выделить вот эти все три да они все выделились проверяем чтобы все выделились так все нормально и а нет не все выделились вот эти допустим не выделились так так все и как я и сказал у ребер есть несколько режимов отображения они вот во вкладке mesh display есть несколько кнопок hard in edge и soft in edge soft in edge он делает ребра более гладкими и скругленными я вот сейчас поставил soft in edge вернемся в объектный режим и вот теперь как видите архитектура немножко изменилась на более гладкую я могу сейчас вернуть и поставить допустим hard in edge здесь видно то что она стала более угловатой ну давайте вернем тот тот самый soft in edge чтобы было красиво так я выделил слишком много hard in edge обычно используется там для всяких таких более-менее угловатых объектов типа я не знаю там мечи может быть некоторые углы стулья ну всякое такое soft in edge ну понятно где так pivot может быть допустим ну ладно могу чуть позже давайте сейчас смоделируем еще и стульчик возьмем тоже тот же самый куб здесь на стульчике еще кое-что изучим но давайте сначала начнем кстати мне лень делать стульчик так что я возьму и сдублирую стол на клавишу ctrl d можно использовать ctrl c ctrl v копировать ставить ну допустим в том же студенческой версии вам будет вылезать поп-ап типа о не забудьте что вы студент и используйте это бесплатно а вот ctrl d это duplicate object он работает спокойно то есть ctrl d хоп ctrl d хоп ну вернем назад почему бы чтобы не сделать стульчик можно просто немножко уменьшить столик в размерах вот вам и стульчик так и добавим ему немножко спинку в общем добавим ну в принципе давайте вот от вот этих хеджей отталкиваться будем думаю ничего не пойдет не так все в порядке экструдим спинку а давайте я хотел показать кое-что другое я сделаю спинку так сказать пустотой посередине поднимем вот эти вот грани допустим и сделаем ну давайте еще чуть-чуть поднимем чтобы поприятнее выглядело и нам надо теперь эти две колонны соединить друг с другом как можно это сделать у нас есть object mode insert edge loop tool всегда при нас так можно сделать допустим ну equal distance здесь идет я поставлю здесь допустим одну edge loop и здесь тоже но они определенно как бы моя рука не очень точная и они находятся не на одной высоте а мне нужно чтобы они находились на одной высоте для этого есть тоже еще один приятный инструмент называется snap snap это как ну прикрепить да в общем прикрепить примагничивание примагничивание да нормально если вот snap есть вот это с иконками магнитов или можно просто зажать кнопку v и секунду если мы держим кнопку v наш выделенный объект будет примагничиваться к тем вещам точнее к тем вертексам на которые мы наводим мышкой вот в данном случае я изменяю только его высоту потому что я только за эту стрелочку тяну и я высоту хочу сделать как на вот этом вертексе вот на этом углу и вот он встал буквально полностью ровно теперь я хочу их соединить я могу ну давайте начнем с вот такой вот грубой вещи просто заэкструдим вот эту штуку вот эту грань досюда но они никак не соединятся а к тому же у нас будет лишнее ребро вот здесь оно нам не нужно ну не ребро а грань так я а я 2D нажал почему или нет F о боже что я нажал так в мае очень много этих горячих клавиш поэтому можно случайно что-то нажать и потом очень долго из этого выходить бывает ты куда-то свой цилиндр поставил а вот я нашелся так все нормально давайте удалим вот эти фейсы потому что они нам не нужны вот этот и вот вот этот через shift delete и будем сейчас соединять для этого используем вертексы мы возьмем их и приснапим по горизонтали вот этим они отлично работают но если мы выделим допустим один вот этот вертекс в статистике вот этой мы можем увидеть что у нас выделено не один а два вертекса это достаточно плохо и можно это исправить можем соединить эти два вертекса в один с помощью merge тула merge tool у нас он по-моему где-то shift и правый я оба выделил и допустим можно где вот это merge вертекс и вот и merge вот теперь если мы выделим их мы увидим что у нас только один вертекс если конечно эту маленькую цифру там видно он где-то на панели инструментов тоже есть но он по-моему спрятался из-за того что у нас разрешение не то да возможно 3 на 4 разрешение покажи для того чтобы удобнее находить всякие вот такие проблемы можно время от времени выдели весь объект использовать использовать третий этот мод тройку да и приблизь а я понял и разверну тройка у нас показывает как бы основное наше так скажем состояние нашего объекта и видно то что он криво соединен вот допустим да здесь видно что нормально соединен а вот здесь вот нет то есть у нас нет закругления то есть видно что что-то уже не так с геометрией то есть у нас стул должен быть симметричный а он почему-то нет ладно вернемся в мод единицу и merge tool можно применять сразу на несколько пар вертексов ну или не пар а даже сколько угодно если мы выделим несколько штук здесь у нас 7 ну было 8 но мы один уже смерджили зажимаем shift merge vertices и он их будет мерджить попарно если уже заметили то их стало уже не 7 а 4 он их мерджит попарно именно для этого появляется вот эта маленькая менюшка она влияет на расстояние между вершинами вот этими которые будут замерджены если я поставлю больше он мне лишнее замерджит но нам это не надо и самого минимального расстояния хватит все допустим ну как Влад и сказал если мы нажмем тройку то теперь у нас ну видно что как бы вся геометрия живая ну можем допустим для просто красоты добавить еще одну перегородку это нам нужен edge loop tool допустим сюда 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 так и нам нужны edge уберем вот этот tool и подгоним их по высоте с помощью все так же экструдим так удаляем вот этот потому что иначе он будет у нас как бы невидимым потому что есть смысл в нем тогда не будет теперь подгоняем точно так же наши вершины через snap и выделяем вот эти 8 вертексов и мерджим их мерджим 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 все теперь их осталось 4 ты кстати показал как включить статистику или нет нет я забыл статистика вот эта она очень полезная но она изначально выключена так насколько я помню ее можно включить во вкладке windows preferences да где-то preferences нет по-моему нет по-моему она во вкладке windows и где-то здесь есть или дисплей heads up display да heads up display и polycount да вот это включите чтобы видеть постоянно количество ваших полигонов vertices чтобы не допускать ошибок ну такой вот простенький стул могут быть конечно и покрасивее но вот так вот ну и можно подогнать я могу вернуть его и можно их подогнать допустим под сделаем какой-нибудь пол из обычного плейна ну плейн это ну вы знаете перевернута плоскость да только она почему-то перевернута ну реверс можно сделать нет я хотел показать на самом деле вот это Влад вам не показал но это тоже полезная вещь когда вы находитесь в режиме изменения углов на E ну горячая клавиша E можете вот так вот двигать но ну может быть не точно также можете точно указать цифру в атрибуте но еще есть удобная вещь если вы зажмете клавишу J вы будете изменять по 15 градусов и можно вот так вот удобно приснапить так сказать дальше давайте расположим чтобы у нас ножки вниз не выпирали расположим все на самом полу как нам прицепить стол к полу можно подвинуть его центр это центр пайвот он влияет на то как мы будем перемещать объект и крутить его если мы нажмем вот наш стандартный режим да если мы нажмем клавишу D мы переведем в режим изменения центра то есть пайвот и можем его подвинуть и допустим можем в какие-нибудь действительно извращенские углы его подвинуть и теперь когда мы будем допустим если мы захотим поворачивать объект он вокруг него будет вращаться достаточно удобная вещь но сейчас она нам нужна для того чтобы расположить центр объекта в самом его низу на изменение центра пайвата также действует снап берем снап присобачиваем к ножкам и сам объект присобачиваем к полу все хорошо нормально со стволом тоже самое можно сделать так 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 все они у нас на полу и ну почти не выпирают из-за того что из-за того что плейн он двухмерный получается он супер мега тонкий то там плат выражение вот и все что еще можно ну что у нас по плану уже 10 мы по плану раньше уложились мы даже покрыли больше чем планировали я не знаю твой пароль можно сделать круглый стол ну да там примерно та же самая технология давайте сделаем тот же самый круглый стол возьмем цилиндр поднимем его чтобы а еще одна полезная вещь ну все вещи полезные это изолировать объект Влад вам показал как скрывать объекты их можно скрывать на h да но можно сделать так чтобы был только выделенный объект ну да остался есть вот тут маленькая кнопочка isolate object она оставит только выделенный объект в нашем поле обзора или по моему можно нажать если не ошибаюсь shift i или control 1 или control 1 control 1 самое удобное и большинство как бы вот этих вот кнопок которые у нас есть мы можем через хотки езать чтобы было быстрее да кстати можно будет сделать небольшой документик с всеми полезными хотки чтобы можно было в любой момент посмотреть так как мы сделаем круглый столик ну можно кстати использовать как раз я вот подумал можно использовать наши сабдивижены как раз в этой области если мы сделаем 2 сабдивижены ну 3 сабдивижена по окружности можно выдавить а можно даже сделать такое знаете если сделать 2 ладно все таки сделать это будет наверное правильнее и сделаем такие фигурные ножки нам нужны эджи определяем вот это заскейлим его чуть ближе к углу и вот это тоже вот и можно добавить какие-нибудь а да понял надо это внизу сделать сверху тоже да не важно сверху уже не важно так ну ну и можно какие-нибудь фигурные вот такие вот ножки добавить допустим я хотел изолировать объект а кто переноска ну что вы имеете ввиду а вот видите нет так да я изолировал объект теперь выделим противоположные фейсы и можно их вот так вот заэкструдить вышло конечно странно да странновато конечно но можно сказать что это не стол а табуретка так скажем какая-то барная ну то есть так или иначе надо будет работать с детализацией чтобы все более-менее нормально я бы знаешь что сделал я бы взял вертексы выделил верхние вертексы и немножко их вниз опустил чтобы было чуть более красиво тогда уже получится какой-то этот мини столик для зала уже нормально кофейный столик нормально и так все идет можете конечно сделать покрасивее на брейк тогда может быть да все у вас брейк брейк наверное 15 минут сделаем после этого у вас практика идет те у кого есть компы свои на которые вы хотите поставить маю остаетесь здесь те у которых компы не потянут или их нет идете вместе с Димой 280 все 15 минут перерыв закончить лекцию тогда запись мы сняли все стоп все все все